Вот это платвина, смотрите, шикардос, вот это да, на манку, продолжаем. Мое почтение вам, лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьих. Итак, наступила весна, многие из вас уже открыли новый рыболовный сезон, достали свои поплавочные удочки и наловили вот таких вот лещей, карасей, карпов, сазанов. Ну, конечно, карпов, сазанов, возможно, еще и нет, но отличной платвы, я думаю, уже кто-то натягал. Многие используют из вас манную болтушку с добавлением различных интересных компонентов, ингредиентов. Но в этом видео я хотел бы вам рассказать, как приготовить уловистую весеннюю рыболовную насадку для ловли шикарной весенней жирной платвы, густеры, леща. Ну, если в вашем регионе уже проснулся карась и начинает проклеваться, 100% он придет и порадует вас поклевкой. Готовится эта рыболовная насадка очень легко, сейчас мы быстро ее с вами приготовим. Значит, берется мука, делается обычное пшеничное тесто. Вот я уже его приготовил, здесь ничего сложного нет. Дальше нам понадобится сушеный чеснок, добавляем сюда немножко сушеного чеснока. Если у вас нет сушеного чеснока, значит, берем обычный чеснок, отламываем отсюда вот такую вот одну головку, зубчик, называют кто как, по-разному, и меленько ее режем, добавляем в это тесто. Дальше нам понадобится кусочек сыра, мы его берем, растапливаем в микроволновке. Вот я уже взял, много не надо, у меня маленький кусочек, так что вот такого количества мне будет достаточно. Когда сыр мы отправили в микроволновку, он там расплавился, был очень и очень мягкий, уже немножко подостыл, но я думаю, все равно еще пойдет. И просто добавляем его в нашу насадку. У меня сыра даже за много получилось. Вот так вот смешиваем, втираем, втираем, и получается у нас тесто сырное с ароматом чеснока. Если у вас рыба не очень предпочитает аромат чеснока, а больше ей нравится какой-нибудь кориандр, анис, добавляйте эти ароматы в тесто, и я уверен, что поклевки вас не заставят себя долго. Зашло видео, поставь королевский лайк, ей что сказать, пиши в комментарии. Ну и встретимся завтра на YouTube-канале Рыболовное Приключение. До скорых встреч, пока-пока, пока.